Уважаемые коллеги, я хотел бы рассказать на самом деле о состоянии дел, что происходит в России. Потому что, конечно, у нас очень большой образовался разрыв между тем, что происходит в мировой научи и в российской психологии. Потому что в социальных науках ландитутное исследование такое очень технологичное, сложное исследование. То есть, как наши коллеги сравнивают его с таким сложным сооружением, как телескоп Хабу. Потому что реализация ландитутного исследования требует огромных ресурсов. И не только финансовых, но и организационных, и всяческих иных. Потому что это когда мы прослеживаем одних и тех же людей, первое, что возникает, это, конечно, во-первых, уговорить участников этого ландитутного исследования, чтобы они принимали участие в этом исследовании. Потому что это продолжается много раз, много лет. И поэтому это очень важно усвоить контакты с нашими испытуемыми, вернее, участниками, с ними работать. Поэтому я бы хотел на этом остановиться, потому что у нас их очень немного. И буквально в последние годы только начинают появляться эти ландитутные исследования. Несмотря на то, что во всем мире их достаточно много больших и очень авторитетных ландитутных исследований. Вот целый ряд новых ландитутных исследований был начат буквально в 2000-х годах. Вот я тут просто привел их логотипы, я не буду про них рассказывать, потому что это каждое ландитутное исследование поражает огромное количество данных, которые вряд ли возможно просто представить в каком-то выступлении. И хотел бы сказать то, что на самом деле эти ландитутные исследования все чаще и чаще идут с самого начала, то есть как бы с момента рождения ребенка. Поэтому возникли тоже новые ландитутные исследования, которые начинаются с первых дней жизни, а то и до того, как пока они еще находятся в утробе матери. Я не буду останавливаться на всех преимуществах ландитутного исследования, только единственное могу сказать, что ландитутный исследование – это единственный метод психологии, который позволяет понять причинно-следственные отношения между событиями и их последствиями. И я вот хотел вот на чем остановиться. Казалось бы, немножко это чуть подальше от темы, но вот сейчас разрабатывается концепция развития психологической службы, это завтра будет Министерство совещания, и нам удалось акцентировать внимание Министерства и психологического сообщества на том, что в России очень мало исследований популяционных и ландитутных, а без них мы не можем делать выводов о тех реформах, которые проходят, о тех изменениях с учащими, которые происходят. Поэтому, мне кажется, это очень важная вещь, при том, что для нас, для тех, кто занимается наукой, это очень важно взаимодействовать с психологической службой, потому что это целая структура, которая включает в себя и практические блоки, это и практические психологи в школах, и в центрах, это и факультеты, это и институты, которые гораздо меньше, да. Просто чтобы, как пример, в системе образования в настоящее время работают 16,5 тысяч психологов. И это, конечно, огромная такая армия людей, которые могут нам помочь в наших научных изысканиях. И, слава Богу, нам удалось включить в одну из основных задач, которая в основной этой концепции лежит, это проведение популяционных исследований, которые очень важны, потому что от этого зависит и разработка инструментария, да. Потому что, если у нас нет возрастных норм, если не проведена стандартизация тестов, то мы не очень-то можем пользоваться этими инструментами. И поэтому тоже мы эту задачу для психологической службы включили. И я надеюсь, что оно останется. Но понятно, что сейчас большие исследования невозможно сделать без новых технологий, которые позволяют собирать большие данные. И тоже, как бы, одно из направлений развития психологической службы, это будет информационное обеспечение, в рамках которого будет создан веб-портал и будет создана единая платформа для сбора данных. И специально для всей этой цели на базе Академии создается дата-центр. И я думаю, что завтра об этом расскажет Евгений Витальевич Никульчев, потому что, мне кажется, это очень важная вещь, поскольку то, что мы разрабатываем, мы, скорее всего, дадим возможность бесплатно всем пользоваться, всем исследователям, кто заинтересован в этих исследованиях, мы предоставим такие личные кабинеты, которые позволят все это делать. И самое главное, что, я думаю, вот эта платформа позволит нам собирать популяционные данные, для того, чтобы мы могли стандартизировать те психологические методы диагностики, которые у нас на самом деле есть, и они практически сейчас используются в таком большем исследовательском виде. И в практике, на самом деле, без этих норм, работать не очень-то и возможно. Вот в настоящее время закупается оборудование, это большой сервер, и надеюсь, что за год мы, допустим, вот команда программистов разработает платформу, и мы тогда, наверное, опробируем и предоставим всем возможность этой платформой пользоваться. На самом деле, почему еще важно, мы говорим о том, когда мы говорим о лонгитудных исследованиях, что особенно важно для образования, потому что, к сожалению, у нас последние 20 лет, после того, как мы перешли в новую Россию, как бы в новые условия жизни, в образовании происходит множество реформ, и они, к сожалению, не всегда понятны, почему они происходят, какова логика этих реформ. И самая большая проблема в том, что появляются новые руководители, они предлагают новые реформы, и никто не смотрит на то, какие последствия этих реформ, как они у них, они идут в пользу, или, наоборот, они не полезны. И поэтому организация лонгитудных исследований, я надеюсь, что с помощью вот этой платформы мы сможем эти такие большие, популяционные, в том числе и лонгитудные, естественно, организовать. Мы уже разговариваем и с министерством о том, что они нам надо, скорее всего, помолвать, потому что без административного ресурса это сделать невозможно, но мы говорили о том, что они нам такую возможность, скорее всего, предоставят, чтобы мы могли забирать вот такие большие данные. Я привел просто... Я не буду, конечно, на каждом останавливаться лонгитудными исследованиями, вот просто одно из таких очень авторитетных британских лонгитудов. Я думаю, вот, может быть, Дарья расскажет об этом еще, да? Тимур Забринский. Поэтому там множество интересных данных, и на них остановиться я не буду. Я просто приму такой пример. Казалось бы, вот почему нужно начинать с самого рождения? Да, вот, казалось бы, совершенно простые вещи. То есть вес при рождении ребенка. И мы видим, как оно влияет, не влияет, оно связано, да? На самом деле, вот, например, с успеваемостью. То есть выше 2,5 кг, у них успеваемость выше, зависит, конечно, еще от социоэкономических условий, которые реализуются. А у тех, у которых вес был ниже при рождении, ну, есть какие-то затруднения в обучении. Почему это важно? Потому что развитие медицинских технологий приводит к тому, что у нас множество детей, то есть выхаживают недоношенных детей, и у нас уже сейчас даже 500 драмовых детей выхаживают, да? И на самом деле нужно понимать, а каковы последствия всего этого дела, да? То есть, мне кажется, вот такие логитюдные исследования, которые начинаются с самого раннего возраста, позволят ответить на многие вопросы. Вот тоже, как пример, наших коллег-когрегистового логитюдного исследования, в которых вот тоже множество полученных интересных данных. мы видим, что существуют как бы такие индивидуальные траектории развития. Вот, например, физическая агрессия, там, тревожный ряд, там, депрессия. Причем они устойчивы к траектории развития, да? То есть они, как бы, есть такая даже типологера этих траекторий. Это просто как бы такие примеры. И вот они выделяют, вот, например, траектория, та, которая с высокой физической агрессией, каковы предикторы этой агрессии? Ну, вот, тут целый ряд факторов, которые влияют на такую траекторию. То же самое, как вот их данные, это Мишель Бабин, тоже траектории по поводу трудностей в отношении состерстников в детском саду. Тоже вот есть типология траекторий, и они вот различаются. Это что-то вертикально. В вертикально? Да. Это оценка... Теории, как на муку. Это, на самом деле, показатели трудностей взаимоотношений у детей. Трудности взаимоотношений у детей. Да, и вот, например, тоже одно из самых известных исследований генетически-информативных. В детском продаже очень много информации о роли наследственных и средовых факторов развития. Одно из таких самых известных, как и результат, мы видим, что с возрастом происходит увеличение исследований интеллекта. И еще очень важно тоже для нас, все, наверное, многие знают, вот это проект High School, который направлен на целенаправленную программу дошкольного обучения. Потому что вот это олицетирование во многом повлияло на образование в зарубежных странах, на введение дошкольных программ обучения. Для нас в СССР было всегда дошкольное образование, поэтому мы, как всегда, были впереди всегда. Вот это и с этим показало то, что когда мы начинаем рано заниматься с детьми, оно оказывает влияние на их развитие. Вот мы здесь, данные развития детей, мы видим, что контрольная группа, вот эта черная, у них интеллект повышается. Но затем он опять-то же приходит, то есть они становятся похожи как у контроля и неконтрольной группы. Но самое главное не в этом дело в том, что все равно, несмотря на то, что эти эффекты нивелируются, основной эффект заключается в том, что академические успешности у них все равно вышли. Понятно, что человек сложное биосоциальное существо, и поэтому для того, чтобы понимать паузальные эффекты, нам нужно понимать и их связь с различными биологическими процессами. Поэтому в тех исследованиях междисциплинарных используется как можно больше различной информации, биологические и генетические. И понятно почему, потому что это очень сложный путь от ДНК до поведения. И процессы эпидеметики, о которых нам сегодня эпидеметический процесс расскажет Александра Станиславовна, более подробно. Я не буду на этом основывать, потому что это огромная область исследований, поэтому я думаю, что она об этом более подробно расскажет. И понятно, что чем больше мы можем оценить параметров для развития, тем больше мы можем построить какие-то каузальные объяснения в развитии ребенка. Еще хотелось остановиться на таких методах, которые тоже нам дают методы генетически информативных исследований. Это и близнецовый метод, метод приемных семей, метод сиблингов, эко-семей, которые дают нам множество важной информации о роли генетических факторов. Это понятно, что близнецовый метод, все уже ее знают, что чем монозиготные близнецы имеют 100% общий ген, а безиготные 50% общий ген, и сравнивая их, мы можем оценить, какую роль играют генетические факторы в развитии тех или иных признаков. Тут небольшая сводка. мы видим, что достаточно много наследственных факторов влияет на индивидуальные различия психологических характеристик. Очень информативный метод приемных детей, который позволяет нам оценить и наследственные факторы, то есть биологическая мать-ребенок, опять же тут включается оценка пренатальной среды, и точно так же мы можем этот метод позволять развить каковы влияние среды. Но очень важная проблема, проблема разделения роли внутренних условий, в которых развивается ребенок, и генетических факторов. Потому что очень часто мы, когда говорим о том, что какие-то неблагоприятные воздействия на ребенка, во время беременности и с теми негативных последствий, мы их не всегда можем развиваться с чем-то связанным. То ли с условиями внутриутробного развития ребенка, то ли это с генетическим фактором, поскольку ребенок и мать имеют много общих генетических факторов. И в последние годы появились технологии, которые позволяют разделить эти влияния, это влияние внутриутробное и генетическое. Это связано с развитием вспомогательных или продуктивных технологий. И вот здесь есть несколько групп, которые позволяют оценить роль одного или другого фактора. Ну тут используются и гомологичные эко, донорство спермы, донорство яйцеклеток, донорство эмбриона и материнство. Соответственно, разные пары мы можем оценить как бы разные факторы. То есть вот есть группы генетически связанные, а есть генетически не связанные. Например, там отцы, которые, на самом деле, мама использовала донорство спермы, то есть он генетически не его ребенок, но его восклицает. То есть мы, сопоставляя различные группы вот этих хоростников, можем оценить те или иные факторы, которые влияют на развитие. Ну вот благодаря какому дизайну можно не только, вклады генетических факторов, ну и дорогу и послеродово-середевые факторы тоже можно оценить. Ну и понятно, что об этом я тоже думаю, что Александр Пастаниславову расскажешь немножко, потому что достаточно большое количество сейчас появляется работ, которые направлены на оценку, на изучение молекулярно-генетических основ, признаков важных для образования, да, и когнитивных признаков. Последняя работа там была, которая была очень большая выборка, более 200 тысяч участников, которые показали связь, ассоциацию с продолжительностью обучения. И тоже вот очень важный для нас процесс, который происходит, это эпигенетический процесс, это те процессы, которые влияют на экспрессию генов в результате негеномных механизмов, то есть в результате каких-то средных воздействий, там, стрессов и так далее, да. И вот эти события, это вот есть биологические механики, которые называются эпигенетическими процессами. И они будут конкретно тоже планы, потому что я думаю, что в лекции Александра Пастаниславову это будет более подробно. То есть можно представить, что такое эпигенетика. Вот это ноты, это генотип, аранжировка, а вот музыка, это фенатик. А эпигенетик, генотип, это на самом деле, как бы, дирижер, как бы, его аранжировка. Одно из таких очень известных исследований, которое было посвящено изучению неблагоприятных факторов в развитии, это исследование голодной зимы, голодной голландской зимы. Изучание детей, те, которые вынашились матерями в 45-м году, где было очень низкие, как бы, там, ну, может, было мало еды, голод был, да, и вот когда у всех этих детей было показано, что у тех детей, которые в период беременности наблюдаются целый ряд проблем, которые встречаются гораздо чаще, чем у тех матерей, которые не испытывали этот стресс. И здесь также есть процессы эпигенетические, да, потому что было обнаружено, что очень низкий уровень метилирования гена инсулина, подобного фактора роста, который, на самом деле, очень важен в росте, депрессировке нервных, мозговых клеток. И вот это такое общее поступление, а я потом хотел остановиться на том, что делается в России, да, то есть какие инженитутные проекты, на самом деле, сейчас здесь проводятся. И я вот буквально тоже немножко про них расскажу, потому что все эти исследования потом будут рассказаны более подробно нашими коллегами, которые их проводят. Вот одно из таких исследований, вот мы такая аббревиатура класса подбирали как-то, это исследование академической успешности, да, оно тоже генетически информативное, потому что там, это у нас большие выборги, мы, во-первых, там братья и сестры у этих тоже есть, мы тоже их анализируем, плюс к ним делается близнецовый исследование, поэтому сочетание этих двух моделей семейного и близнецового позволяет нам оценить роль генетических и сильных факторов в развитии пагнитивных функций и академической успешности. Вот у нас делается на 1300 учениках, это в России, 1800 в Киргизии. Почему в Киргизии? Потому что у нас очень сходная система образования, то есть очень много сходных, мы даже и учебники используем, но при этом уровень системы образования очень низкий. Вот по исследованиям ПИЗа они занимают самое последнее место. То есть они самое последнее место. Поэтому как раз за счет вот этой разницы мы хотели посмотреть, каким образом система образования тоже может влиять как некий фактор на индивидуальное различие у корневеков. Ну вот тут как бы схема такая, у нас идет там тотально все классы с первого по 11, и мы каждый год проводим. В настоящее время уже 4 точки сделаны и 2 точки в Киргизии. И в этом году к нам еще присоединилась одна группа, это Приднестровская республика, где берутся 2 тоже типа школы, это русские школы и молдавские школы. Ну, я думаю, что вот об этом как раз отец Николаевна более подробно о российской части расскажет. В 2015 году был начат новый проект, это вот в Томске проспективно-лонгитюдно-междисциплинарное исследование, которое как раз и направлено на оценку пренатальных, перенатальных факторов и наследственных факторов в развитии ребенка. И здесь используется вот как раз этот метод, метод изучения семей с ЭКО. То есть у нас там тоже подбирается все эти группы семей, которые и донорство спермы, донорство яйцеклетки, суррогатные материнцы и так далее. Но понятно, что вот здесь у нас как бы есть уже план сбора данных, как это происходит. У нас начинается исследование в первом триместре у беременных, в третьем триместре, затем период рождения и дальше в 9 и так далее. В 18-29 месяц. Надеемся, что будем потихонечку все собирать. Понятно, что это очень длительный процесс, поскольку наши дети рождаются не по заказу, поэтому никак не является. Мы проводим это работу. И буквально первые результаты есть, уже предположили публикации, потом даться этой публикации, даже немножко расцепиться. У нас в последний день есть такой раздел, когда мы просто будем расцепиться тех конкретных проектах, которые мы проводим, для того, чтобы вы могли выбрать ту исследование, которая вам интересна. я думаю, что должны объяснять по письмению. Это присоединение нитильной группы ДНК, которая либо меняет уровень экспрессии генов. Я думаю, что это полностью про это рассказано. И буквально в этом году мы начали новое институтное седание вместе с перинатальным центром планированной семьи и репродукции. Это специальная семей с звездницами. Карта тоже не звездницами, они включаются на звездницы, и мы начинаем с ними работать. В настоящее время у нас уже почти 50 семей. Мы собираем и биологические данные, волосы, кровь и так далее. И тоже вот у нас как бы вот здесь есть план этой работы. Мы планируем, по крайней мере пока этот план институт, у нас 5 точек. Почему? Потому что мы с врачами делимся о том, что до года они нам будут доступны. Но мы надеемся, что мы все-таки с нашими семьями установим хорошие контакты, будем дальше продолжать и будем эту работу продолжать. По поводу выборки этого исследования. Мы, конечно, надеемся на большую выдавку, потому что в год через этот центр проходит 2000 пар близнецов. Но будем надеяться, что хотя бы 50% соглашаться, по крайней мере, пока они не отказываются. То есть это процент отказывающий небольшой. И надеюсь, что это будет продолжаться. эти данные накапливаются и надеюсь, что в ближайшее время мы можем задаться результатами. Еще один интересный логитюдный проект, который проводит Сергей Юрьевич, в Екатеринбурге, я думаю, что он тоже более подробно расскажет. Вот на самом деле те логитюдные проекты, которые направлены на изучение людей регуляции в академической успешности. Об этом тоже Варвара расскажет более подробно. Понятно, что интересы исследований крайне милость совсем понятен, потому что очень многие процессы формируются в этот период. Но, как оказалось, не только психологов и педагогов это интересует, но это интересует как раз и экономистов. Вот меня удивило, что экономисты специально рассчитали, какова наибольшая отдача от инвестиций в ту или иную систему подготовки. Мы видим, что наибольшая отдача, как по экономисту шею, когда вкладывается в дошкольные программы. Вот принцип об этом я хотел рассказать. Вот общее представление. Я надеюсь, что те пункты, на которых я остановился, будут очень подробно рассказываны в конкретных докладах, которые будут посещены конкретными связями. Спасибо.